всем добрый день вы на канале голубейка днепр и сегодня у меня такое интересное видео хочу рассказать как я делаю обрезку уже четырех пятилетней уже не скажу сколько лет этой хортензии но очень такая она показательная сделаю обрезку именно осеннюю потому что я хочу сделать ленивое черенкование и показать как я черенкую и уже весной какие будут результаты по этому черенкованию обычно я рассказываю что всю обрезку я делаю только весной потому что мне нужны ветки на черенки плюс зимой неизвестно какая будет зима метельчатая гортензия в принципе не подмерзает но все равно нужно учитывать что снег может сломать веточки могут быть какие-то нюансы и мне хочется да чтобы это гортензия меня в следующем году цвела но делаю исключение и покажу как делаю я полностью обрезку прежде всего посмотрите какое большое количество веток наросло в этой гортензии я ее оставляла как экспериментально то есть мне хотелось очень пышного цветения не очень крупных соцветий в итоге получилось очень все не очень все-таки нужно придерживаться правил прежде всего нужно оставлять только самые сильные крепкие ветки убирать серединку убирать все что будет ложиться на землю для того чтобы было все-таки мощные хорошие в итоге вот этот эксперимент оставить много ветвей и были у меня мелкие соцветия куст разваливался приходилось подвязывать в общем ничего хорошего из этого не вышло дальше еще немножечко отвлекусь контейнер у меня сейчас 20 литров здесь уже посмотрите почему нужно гортензию еще мульчировать и сажать уже мне я пересажу ее в больший объем уже объем будет у меня где-то 40 литров потому что корневая видите все съела выползла наверх и здесь уже сплошная мочалка но сегодня на этом останавливаться не буду сделаю видео попозже сейчас по обрезке прежде всего как всегда говорю для обрезки используем стерильный секатор то есть обрабатываем любым спирт содержащим препаратом у меня вот такой вот такой антисептик для того чтобы обработка при обработке мы работали со стерильным секатором и не заносили никаких бактерий с чего начинаю обрезку прежде всего правило это находим самые мелкие самые худенькие веточки вот веточка скажем так которая сразу вырезается почему во первых она тонкая во вторых она очень низко расположена будет падать будет цветонос лежать на земле поэтому под ноль я убираю эту веточку она пойдет у меня на черенки дальше следующее правило у нас не должна не должны пересекаться ветки не должна захочется серединка смотрите вот какой замечательный какой замечательный пример вот две веточки надеюсь хорошо видно которые между собой пересекаются они будут тереться они будут расти в итоге здесь будут плохо попытая попадать будет плохое сокодвижение плохо попадать питательные вещества поэтому я делаю выбор на что я обращаю внимание во первых на толщину веток две ветки вот это толще вот это тоньше это немножечко расположено лучше она уходит на периферию это находится в серединке дальше что же я смотрю но все таки я оставлю то которая находится у меня в серединке потолще потому что это очень нехорошо расположена она прямо идет из середины перекручивается поэтому убираю ее тоже под 0 вот туда пониже я уберу от нее кстати идет уже небольшой корешок можно присыпать и пойдут еще хорошие корешки вот так вырезаем следующее вот в серединку у меня пошла вот такая вот рога . тут я делала несколько получается хотела сделать и штамбик у меня здесь была комбинированная обрезка я хотела сделать и ночью штамбик и хотела сделать пышную обрезку но из этого ничего хорошего не получилось в итоге посмотрите в серединку идет эта нога от этой ноги идут идут 2 2 корявушки от них идут еще в итоге мне это все не понравилось я это все убираю вот эту середину буду оставлять только молодые хорошие побеги все загущение убираем так убрала эту ногу опять идет середину не такая толстая худенькая веточка тоже я ее убираю потому что она вот пересекаются у меня со следующей веткой опять убираем дальше смотрю теперь как когда я сделала уже обрезку у меня видно какие сильные мощные ветки у меня идут с нижнего яруса вот одна хорошая вторая хорошая третья хорошая четвертая хорошая и вот веточка которая дала три хороших прироста рога . вот с ней сейчас я поработаю подумаем теперь смотрю на расположение и вообще как выглядит вот у меня ветка эта ветка как я уже сказала дала раз два три вправо и одну влево что получается все мощные сильные ветки у меня идут с нижнего яруса поэтому я хочу чтобы это все было более-менее как-то красиво смотрелось поэтому вот этот вот эта высокая нога это все перераспределение полностью всех веток в одну сторону мне не устраивает начинаю потихонечку резать скажем так облегчая потом уже буду ветки уменьшать значит нога меня это не устраивает потому что пошла она вверх разветвления разветвления посмотрите какие тонюсенькие посмотрите какие молодые побеги и какие эти разветвления на макушке поэтому убираю вот эту вот ногу все не понравилось мне убираем оставляю небольшой пенек зачем потом весной его подкорректируем сейчас пойдет немножечко заживление до весны еще есть время и вот здесь скажем так надо чтобы немножечко рано зажила весной я вот эти все пеньки вот эти вот пеньки уберу под ноль но в осень я оставляю небольшой пенек теперь дальше разворачиваю свой куст смотрите что было виднее вот веточка которая более тонко проходит через середину у меня в эту сторону уже остается раз ветка два ветка вот это вот худенькая и в серединочке веточка мне не нравится она мне не нужна я ее тоже убираю так теперь с этих разворачивать чтобы было видно теперь с этой на е теперь я посмотрела посмотрела и смотрите что получается как хорошо раз хорошая ветка 2345 и вот на этой идут две веточки но не выше по уровню и будут нарушать как там мою гармонию поэтому я убираю вот эти вот веточки вот сюда под самый пенечек и смотрите веточки уже достаточно толстая поэтому снимать и резать очень неудобно показываю вот меня была вот это вот веточка вот здесь серединке я и отрезаю и меня остается смотрите 5 мощных и так раз два три 4 5 вот это еще под вопросом потому что не очень красиво смотрится колено но опять же я это еще подкорректирую весной досыплю вот видите корешки сверху я сейчас буду еще делать досыпку торфом пересадку сделаю или осенью или уже весной в зависимости по своей загруженности теперь у меня остаются пять сильных мощных веток их я оставлю на черенкование то есть обрежу я уже весной но как я буду обрезать весной я буду оставлять буквально две-три почки вот раз . два . три вот здесь я буду делать обрезку и здесь точно так же раз два три все будет у меня на одном уровне это даст хорошие сильные цветоносы и мощный сильный куст то есть корневая в не будет работать на множество многочисленное количество веток и кустик будет с хорошим крупным соцветием который будет самостоятельно себя удерживать не будет куст разваливаться забыла уточнить что сорт это у меня сандэй фрейс мне нравится это гортензия одна из сестричек их три сердечки сестрички ванилла фрейс сандэй фрейс и фрайз мельба очень хорошие некапризные сорта что мне нравится в этих гортензиях это пышно набитые соцветия я люблю конечно вот эти рыхлые кто-то у меня из из у меня есть доли пинки венки то есть для разнообразия такие гортензии есть но все-таки предпочтение я отдаю гортензиям у которых большие крупные и плотные соцветия ну и теперь расскажу как я буду делать ленивое черенкование и вот какое количество веточек у меня можно сказать 50 процентов веток я обрезала что же я буду выбирать для черенкования посмотрите вот такие вот ветки мне для черенкования старые не подходят из них можно брать только однолетние приросты то есть вот эти вот крайние веточки чем толще это толще сама по себе ветка тем лучше получается черенок и вот покажу какие хорошие черенки вот когда этот черенок но где-то размер с карандаша значит как я буду нарезать черенки режу на 23 междоузли то есть что это означает вот у меня есть . 1 вот . 2 вот . 3 между этими почками находится междоузли вот она так как это у меня ленивое черенкование поэтому резать там косую прямой средств я не буду я нарезаю в произвольной форме 23 междоузли и буду размещать их просто в руки и вот коллег какое количество у меня разных черенков получилось какой-то толще какой-то тоньше какой-то длинный у кого-то 2 междоузли у кого-то 3 если очень тонкая то вообще здесь у меня и 5 и 6 междоузли не в разница что я делаю дальше беру свои черенки и где-то на одну на две почки размещаю просто в грунт на расстоянии где-то 5 сантиметров и вот там все свои черенки для того чтобы когда они пустят корни было очень удобно выкапывать и не повредить корневую все вот таким образом я это все сейчас размещаю и что самое интересное я их размещаю в обыкновенный грунт никакой у меня здесь не кислый грунт ничего у меня не подготовлена обыкновенная перекопанная грядка на этой грядке размещают единственный момент у меня это находится возле стены здесь будет не такой большой сквозняк дальше что я буду делать грунт уже влажные идут перепады температуры я присыплю только листвой листва будет перегнивать подкармливать и вот эти вот перепады температуры туда-сюда потепление похолодание в зиму они замирают сокодвижение останавливается просто в спящем состоянии находятся черенки весной начинаются опять температуры туда-сюда туда-сюда когда появляются первые солнечные дни эти черенки у меня еще быстрее укореняются и мощнее становятся чем те которые я черенкую дома не показала я прошла годняя как у меня получилось я даже брала просто тоненькие хиленькие вот такие вот веточки делала рядочек некогда мне эти положила эту веточку закопала в грунт сделала пометочку сорта в итоге с каждой пазухи появились корешки я это разделила и у меня получились новые кустики поэтому вот учтите что есть вот такой вариант как ленивое черенкование попробуй ничего это не стоит выбросить свои веточки когда мы обрезаем гортензию очень много остается материала который мы выбрасываем попробуйте просто сделайте вот таким образом не выбрасывайте свои веточки а на какой-то грядочки их просто вот скажем так втыкните в землю и посмотрите что у вас получится но уже другую обрезку своих кустов вот у меня стоит допустим пятилетний уже наверно шестой на шестой год пошел в этот у меня фантом я буду резать весной покажу у меня есть на канале несколько видео об обрезке разные варианты формировки кустиком штамбиком каскадная обрезка комбинированная обрезка то есть кому интересно задавайте вопросы я вам буду сбрасывать видео ссылки на эти видео вот и как я ухаживаю за гортензии какое цветение какие подкормки но сейчас самое главное это подготовка к зиме что мы делаем как я уже сказала делаем досыпочку досыпаем торфа прикрываем корневую утепляем корой хвой что там у вас есть досыпаем серу ну а остальные уже обработки подкормки были по схеме то есть обработка медсодержащими прибор препаратами обязательно для здоровья вашего куста всем хорошего дня вы были на канале голубика днепр